АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ От меня можно заразиться только партией. Поэтому, значит, дорогие мои, дорогой Павел Николаевич, некоторые будут говорить, наверное, знаете, счета ваши и так далее, и так далее. Просто мне жалко этих людей. Неужели они не понимают, что это именно грязная игра, затеянная против нашего кандидата? Поэтому вот эти глупые вопросы, если у кого-то есть, спрячьте, пожалуйста, далеко и надолго. А что, остальные бедные, что ли? Что они нищие? А потому что он 25 лет возглавляет совхоз, что он должен быть бессеребренник? Почему вы не задаете себе этот вопрос и тем, которые вот это делают? АПЛОДИСМЕНТЫ И еще хочу вам сказать спасибо вам, дорогой Павел Николаевич, за то, что вы взяли такую тяжелую ношу возглавить именно бессеребренников. Что же вы не понимаете, впереди какой он идет массы? Что у вас миллионы есть, дорогие мои? Что же вы смотрите на всяких других кандидатов, не буду называть их им? Мне больно. Когда я в телевизор смотрю вас, Павел Николаевич, и так я переживаю. Я все время сижу и кричу. Говорю, Павел Николаевич, не говорите, не надо с ними вообще вступать в никакие эти... Полемику, потому что это провокация. Дорогие мои, я не буду вообще никаких вопросов ему задавать, я очень благодарна. Я знаю, что такие выборы. С 91-го года я на этих выборах уже, я не знаю. Поэтому, значит, когда говорят, что мы будем 100% туда-сюда, вы подумайте, они не дремлют, они тоже готовят нам очень много сюрпризов. Но мы должны быть мужественны. Меня поражает, когда, знаете, вот человек идет и говорит, а что я буду делать, вас боится. Чего вы боитесь, что вас расстреляют? Где ваш Сталинград, черт побери? Вы что, жизнь отдаете? На войне люди жизнь отдавали. И не боялись, шли на пулю, на пулю, этот шли на пулеметы. А вы с несчастным чиновником местного масштаба боитесь говорить ему, что я буду стоять вот здесь и ничего ты мне не сделаешь. И какую-то трусливость у нас у всех. Мне стыдно за вас. Дорогие мои, я хочу сказать, вам подарили прекрасные бурки. Вот мне так неудобно. И вы знаете, я хочу сказать, ну, бурка, что такое джигита, если нет у него хамчи? Вот. Сейчас. Вот смотрите. Вот эта вещь называется нагайка. Потому что она укороченная. Фотографируйте, пожалуйста. Видите, оно на ножке этого сделано. Вот. Это уникальная вещь. Наверное, у вас много красивых вещей. Но эту вещь вы никогда не забудете. Потому что она нагайка, и я нагайка. Кроме этого, у нас сидит здесь доверенное лицо Борис Хусеевич. Он артист нашего драматического театра и доверенное лицо. И вот у него книга вышла «Время перелома». И здесь все подписи нашей делегации. Мы его тоже вам дали. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. За хорошие слова.